Тут надеемся, что тот план работы, который Евроделегация предусматривает в Молдове на следующий год, тут будет, ну мы не надеемся, мы знаем, что она там будет в соответствии с тем документом, который Молдова готовится подписать, это соглашение об ассоциации, тот, который, конечно же, приведет к более глубокому сотрудничеству с Европейским Союзом, с Еврокомиссией и другими европейскими институтами. Уважаемые коллеги, одна из стран Европейского Союза это Австрия, активный член Европейского Союза. В Молдове есть австрийское агентство по международному развитию, которое поддерживает ряд очень важных проектов, как по развитию инфраструктуры, так и по развитию водного сектора, что тоже имеет отношение к климатическим изменениям. Австрийское агентство тут также является одним из соучредителей этого проекта Climate Forum East и активно участвует в его поддержке. На нашей встрече присутствует представитель австрийского агентства по развитию в Молдове, господин Михайловску, бывший министр окружающей среды Республики Молдова, который, находясь на этом пульсу, очень много сделал для адаптации наших проектов к климатическим изменениям. Сам прекрасный климатолог. И я бы хотел попросить господина Михайловску рассказать о тех планах, о тех видах деятельности, которые в настоящее время проводят австрийские агентства по развитию в Республике Молдове. Спасибо, господин модератор, или председатель, как правильно будет. Вы во многом упростили мою задачу. Практически не так много остается добавить. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, я очень рад приветствовать вас на этой встрече со стороны австрийского агентства по развитию, которое является ей ко-спонсором этого проекта. Я считаю, что тематика и проекта, и данной встречи одна из наиболее актуальных. И особенно хотел бы отметить, что наиболее уязвимым к изменениям климата являются именно маленькие страны. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Приветствую вас на данной научной конференции. Хочу отметить с особым удовольствием, что наконец-то мы объединяем усилия для преодоления тех трудностей и препятствий, которые возникают в решении сложных региональных проблем. Как отметил экс-министр экологии Георгий Михайловский, у нас три проекта уже практически разрабатывались в Республике Молдова. Сейчас Министерство экологии разрабатывает новую стратегию по сохранению биоразообразия. В какие меры мы должны принимать, в каком масштабе должны проводить их, чтобы смягчить это воздействие, как на биоразообразии, так скажем, на легкосистемном уровне. Надеюсь, что на данном совещании мы на некоторые вопросы найдем ответы и совместными усилиями сможем и улучшить наши предложения по стратегии сохранения биоразообразия. Желаем всем удачи и успехов в работе. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, проект разрабатывается для стран восточного партнерства, для Беларуси, Украина, Молдова это один супрегион, второй супрегион это Армения, Азербайджан и Грузия. Мы здесь по нашему супрегиону Голоруссия, Украина и Республика Молдова. Координатором нашего проекта на супрегиональном уровне является Наталья Газак. Я надеюсь, вы все ее знаете. Ну и я бы хотел, чтобы она тоже бы нам рассказала свои мысли за то, что происходит на супрегиональном уровне по внедрению этого проекта. Спасибо, Дмитрий. Прежде всего, я бы хотела сказать, что я отразумевляю план медильной природы. И прежде всего, мне очень приятно слышать предыдущего спикера о том, что Молдова двигается к разработке стратегии по сохранению верознообразия. И в том числе, берет участие в многих проектах нашего фонда. Хотела бы еще сказать пару слов про сам проект. Ведущие спикеры также уже упоминали о том, что он реализуется в шести странах, в двух супрегионах. Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина, Белоруссия. И рассчитан на два года. Первый год уже практически закончен. Еще год наш проект памятный форум из форума климатических стран по изменениям климата будет действовать. В течение первого года страны прикладывали усилия по формированию и поддержке существующих сетей из общественных организаций. И следующий год будет посвящен более поддержке инициатива этих сетей, инициатив, направленных на информирование или глобирование вопросов в связи с адаптацией изменений климата. И каждая из этих стран уже выбрала приоритеты, на которых будет фокусироваться дальнейшая работа. Поэтому сегодняшний и завтрашний семинар, в том числе, охватит вопросы, интересные для стран, приглашенных на этот семинар. Это вопросы, как адаптации в городе, так и вопросы работы с тепловыми волнами, предупреждения неблагоприятных последствий. И также, я думаю, будет интересен для представителей Красного Креста, которые здесь находятся из Молдовы, из Украины и Белоруссии. Спасибо большое. Я думаю, что сегодня и завтра будет интересен для всех участников. Спасибо, Наталья. И поскольку будет обсуждаться во второй части о том, что может быть будет соглашение с Евросоюзом с Молдовой, я так понимаю, я бы хотел обратить внимание вот на что. У нас, когда-то говорили, что у нас хорошее салабийское законодательство, потом, скорее всего, оно хорошее, оно плохо исполняется. Мы недавно делали анализ доступа на русском и румынском языке в качестве книжечки проект стратегии по Ветландам национальной. Так вот, там совершенно четко показано, что из четырех ног, которые позволяют двигаться, у нас есть только две. То есть четыре ноги – это что? Определение политики, определение компетенции, мониторинг и ответственность. Так вот, двух ног у нас в законодательстве практически нет. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы Европейский Союз очень жестко настоял на том, что сейчас начало продвигать Министерство экологии. В отношении изменения своих функций, в отношении создания агентств и так далее. В отношении того, что записано сейчас в проекте новой стратегии в окружающей среде и в проекте нового закона в окружающей среде и так далее. Но я вот, завершая свои кратки, скажу, что вот что. Ведь на самом деле, 2012 год это совершенно четко показал, изменение климата для нашей страны – это в первую очередь опасность наступления голода. Если вы посмотрите в стратегию 20-20, в которой полностью пренебрегли экологией, но правительство наконец признало, что страна не может бесконечно поддерживать свой рынок за счет гастарбайтеров, вот если сложить две эти вещи, то картинка получается достаточно страшной. Это означает, что Красным Кресту можно заняться тренировкой населения, как в том анекдоте про Кобылу, который тренировали по поводу отсутствия кор. Думаю, что все гораздо сложнее и страшнее. И очень важно, чтобы мы реально выполняли то, что запланировали. В том числе в борьбе с волнами физическое создание национально-оркологическое, спасибо. Спасибо, Алексей. Я смотрю, есть реплика. У меня скорее всего вопрос, наверное, потому что вот я спросила, каких ног не хватает, извините, пользуясь вашим термином. Меня интересна, это мониторинга и ответственность. А как насчет компетенции? Компетенции я в данном случае употребил слово в юридическом смысле, то есть что должны делать? Да что должны делать? То есть оно как-то обозначено. А вот что будет, если не будет делать? Что должны делать? Просто это, насколько я понимаю, это не компетенция. Что должны делать? Это то, что это как бы видение. Да, компетенция это распределение обязанностей между различными ветвями власти. В данном случае, когда мы говорим о адаптации в городах или муниципалитетах, это очень важно, потому что должно быть распределение обязанностей между центральной властью и муниципалитетами, и другими структурами. Красный крест, Молдова, пожалуйста. Да, я хочу, так сказать, не все знают, но можете знать, просто хочу еще раз напомнить, что Красный крест, согласно Оргеневских конвенциям, согласно закону Казахстана, является вспомогательной организации в коммуниципальной сфере правительства. То есть на правительство вы предлагаете роль в вопросах про изменение климата и с голодом, и с холодом. Красный крест просто помогает. Это наша миссия во всем мире. Спасибо большое. Я хочу сказать, что по Конституции, не только нашей страны, но и любой страны, правительство ответственно за все, что делается в стране. Я тут думаю, что вот эти два «но», которые упомянул наш коллега, они тут достаточно вульнерабельны, не только в Молдове, но и в Белоруссии, и на Украине. И задача нашего проекта состоит в том, чтобы хоть чуть-чуть, но сдвинуть в лучшую сторону эту ситуацию. Что касается институционной ответственности, то у нас оно достаточно четко прописано. есть закон о местных органах власти, где написано, за что отвечают на них. Есть, тут каждое министерство имеет свой закон, где написано. Да, правда. А что, Луминистерство? Как фотографии. Редактор субтитров А.Семкин